шава то хорошей недели добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы у нас новая недельная глава называется аймор и начинается глава о том что всевышний говорит о коинах и говорит что они должны соблюдать особую чистоту потому что они служат храме занимаются священными предметами поэтому они не могут прикасаться к умершему не могут себя осквернить ничем что связано с похоронами и чем это можно сравнить метраж пишет что человек нанялся работать ответственным за кухню царя он должен отвечать за все продукты за полное при за все приготовленное за все 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 и он должен закупать продукты его предупредили ты пойдешь на базар покупать продукты ни в коем случае не прикасайся ни к чему мертвому никакой мертвец и не прикасать потому что царь когда будет есть блюдо приготовленные из этих продуктов он почувствует эту нечистоту и тебе очень плохо будет от этого поэтому также нужно смотреть на коина то есть это конечно в духовном смысле идет разобор но трудная чистота просто запрещает коину входить в храм мало того коины должны быть святы на все поколения они должны обучать своих деток с детства не прикасаться ни к чему мертвую не находиться там деле здесь мертвый человек что касается женщин дочери коина то нет проблем в этом они могут прикасаться к мертвому и нет никого запрета на это и не участвует храмовой службе поэтому им это разрешено и женщины не обладают святостью пишется что из-за поступка хавы жены адама как она поступила теперь они святостью такой не обладают в храме не служат вот такой интересный ведраж теперь написан случай который произошел с одним правильным коином и он болел что-то у него было с ногой что врачи создали консервуум и решили ампутировать ногу при операции присутствовал его сын и он предупредил врачей что когда будет перерезать последнюю жилу то обязательно выведите моё сына отсюда потому что отрезанная нога его осквернет он будет нечистым станет нечистым то есть наши мудрецы говорят что это есть тонахи что праведник даже в тяжелую ситуацию будет сохранять свою духовную чистоту вот так еще один страшный пример храме есть пандус по которому коины поднимаются на жертвы и есть заповедь вознесения пепла горсть пепла возносится все два коина бежали выполнить эту митву и получается что один уже был впереди другого так тот второй в порыве этой погони ножом ударил его в сердце и убил был переполох храме и тут явился отец убитого коина и сказал он еще живой немедленно вытащите нож его из сердца чтобы не скверлился нож к невероятная ситуация и она показывает насколько важно было это не чистота и чистота вот это это невероятно хотя мудрецы говорят что это несоизмеримо то что произошло и человеческая жизнь вообще не сравнивается ни с чем и не надо было здесь заботиться она же это понятно но мы видим что насколько это была важная митва выполнять эту духовную чистоту нечистоту это все соблюдение вот так написано что коин может жениться на женщине которая не является блудницей не является она изнасилованной и разведенной коин жениться не может первосвященник вообще только нажать на девственница может жениться но тора не запрещает коину брать в жены вдову это не запрещено есть в танахе место или пророки которая говорит что если берет коин давуд она бы быть должна только вдовой коина но это только то место в танахе тора не запрещает другую тоже то есть в то время когда пророк это писал очевидно в то время нужно было у стражи здесь что только вдова коина может стать женой коина вот так вот а на сегодня наш урок заканчивается рог был дан за поднятие души мой шамин дэвид берта бат исраиль памяти павел бен ефим яков бен ахум плеер бен григорий за здоровье дэвид бен стела светлана батклара шолом йона бен цара шумом бен исхак и на бат мира борис бен мария мой шамин маня анна бат ривка рахель бат лилия полина пер бат соня сура лена бат лара стела бат тейла же женя бат и да и на бат дора анна бат и лена станислав бен рахель ефим бен эстер двой работ милия моисей бен ева иринова двойра и оси бен раиса инесса бат мэль евгений бен бертонемат и тафира бат она геннадий бен лена и лена бат инесса ольга бат светлана йосиф дам бен цара талия бот фрида ида бат рива вадим бентезьяна юлия бот бела якоб йосиф бен рахель шимон бен мира фейга бат берта ася бот года марк бенина ира бат вера леонберг лара ровер бен клара хана цепора бат сара и до бен хая авива и финбен соня мая бат фаина алексей бен ольга баклара бат броня гая бац и мазу марса сгула ирина батури ароны рябин ри за хороший дух ароны рябин двора дизмен хувы галь бацара хана бат аврагам рафаэль ариэлен бен лариса галия бад гиддалья параса иблют лавир бен рая анна бат александра марина бат рая борис вен марина алексей бен наталья всего хорошего лягу марченко всем браха параса каванам мазал то что мы это время не грешили учили тору всем желаю крепчайшего здоровья и пусть срочно закончится эта страшная война и до следующих встреч надеюсь она состоится завтра в 15 часов шалом